Я детский врач, прежде всего. А в остальном зритель, который набил глаз по многим-многим выставкам, и где-то со школьной скамьи интересуюсь этим всем. И далее, когда у Артёма появился анонс о выставке Нины Кибрик, первый мой вопрос был, а кем она приходится Кибрику-иллюстратору? Он был ответ, внучкой. Уже интересно. Потому что с школьных молодых лет у дедушки с Романом Роланом отдельным изданием была книга Рала Брюньон, иллюстрированная Кибриком. Это первый художник-иллюстратор, который я вообще соизволил запомнить. Несмотря на то, что были сказки иллюстрированным Билибином, Воснецовым, это существовало как дяди, которые там тоже читали книжку и решили нарисовать что-то. Я тоже могу нарисовать про эту сказку. Но вот Кибрик остался навсегда. И следующее приобретение было уже гораздо позже Тараса Ульба. Уже было приобретено не ради текста Гоголевского, а ради Кибрика. И так это у меня и есть. И естественно, мне было интересно. Поэтому следом за Новым годом, в Новый год как-то получилось, что библиотека была закрыта, заря проездил. Приехал здесь специально, здесь удивил все. Вот и рискается идти, кроме первого и седьмого. Вот я как раз и приехал, тогда, когда вы не работали. Вернее, вы работали в тот день, но с шестнадцати. А я посмотрел, что должны быть. К двум приехал и развернулся. Что я могу сказать? Как люди, которые набили глаз на многом и вся, художники, конечно, просматриваются те или иные. И согласен я с Артемом, что и Пикассо, и импрессионисты, и прочее, прочее. И ничего в этом плохого нет. Я не согласен с Артемом в том, что он говорит, что у художника, у Нины, в частности, якобы до сих пор нет своего лица. Оно есть и совершенно изумительное. Если большинство художников стараются выплеснуться и застолбить себя вот этим выплеском, а я вот так могу, и вот так вам могу, она раздумчиво самоуглубленно. И вот в этом есть ее особенность. И вот когда пройдешь вот это все, как в ней и вот это сберечь? А дальше она решает, а кому это нужно? И где-то в чем-то не доводит до конца. Потому что она считает, что это никому не нужно. Это нужно вам, чтобы не было незавершенным. Поэтому, с одной стороны, да, замечательно. И вот эти габелинчики вязанные, ну, это совершенно изумительная вещь. Проникновенно. Вы знаете, мне в свое время дочка в четвертом классе принесла картинку, где совершенно неожиданную, где как бы из круговертий балы вылетела юная дева в гипюрах белых, и вот она как птица рухнула на софу и в безвольном таком полете опустила руки. И столько в этом настроении ты видишь, что было до этого, и ты видишь, вот что здесь происходит. Я удивился, думаю, ну, надо же, ребенок четвертый класс похвалил. Через полчаса, думаю, ну, бывают случайности. Через полчаса она приносит мне следующую картину по буашню, где он и она, юноша-девушка, взорвавшись и трепетно сидят примерно в том же интерьере на софе, трепетно держась за руки. При этом юноша сидит так, как положено сидеть. Откуда это можно было? Отдали ее, соответственно, на учебу. Отдали ради чего? Я говорил, что основное твое, для чего это нужно? Чтобы была отдушина. Мир достаточно жесток, и людям тонким в нем жить сложно. И должен быть какой-то уголок, где ты будешь самим собой. И это замечательно, что вот Нина умеет быть сама собой. И она этого стесняется. И вот кому это нужно? Но зря. Конечно, я понимаю, что то, что в ней звучит, вот изнутри лучше всего, вот он тут стоит. Естественно, тут и Сезанн, тут и все, но потому что это ее, опять же, внутренняя, ее симпатия, ее заполнение. И вне всяких сомнений. Но вот эта камерность, и дочке, я сказал, вот когда она пошла учиться, о светлой памяти стопа, Генрих Тадеушевич ее учителем был, я ей показал эти картинки, отдал в багетную мастерскую, говорю, да, ты освоишь технику, ты, может быть, там станешь технарем, тебя там научат чему-то, но ты постарайся не потерять вот это, то, что было в четвертом классе. И вот эта вот сокровенность, мне хочется пожелать, чтобы Нина сохранила, и не боялась ее, не боялась выплеснуть. И следующее пожелание, быть смелее, завершать, смело. У вас есть техника, вы знаете, как это сделать, вы прекрасно знаете, что у вас там, дочка вон какая замечательная. Так что, рожай, рожай. АПЛОДИСМЕНТЫ